Газ я никак не могу провести, потому что газа деньги нужны, а у меня пенсия маленькая, на лекарства все уходят деньги. Никак нельзя. Знакомая ситуация, не правда ли? Станислав Иванович пенсионер, живет вдвоем с супругой в стареньком доме с печным отоплением. В последнее время нешуточно подборит здоровье. В день съемок наш герой спешил к врачу, который должен был назначить операцию. А это вновь расходы и без того скудного семейного бюджета. Но вернемся к сути сюжета. Машина, дров, по словам Станислава Ивановича, здесь стоит 7 тысяч рублей. В преддверии зимы ситуация безвыходная. Станислав Иванович, скажите, пожалуйста, а вот до прямой линии губернатора вы к местной власти обращались, к местному главе? Ну, честно говоря, иногда они говорят, у нас ресурсов нет. У нас нет возможности, у нас денег нет. К слову, валежника и сушника по окраинам дорог, пока мы ехали в Агабатыр, видели в избытке. Но его же нужно собрать, найти машину, привезти к пенсионеру. Легче сказать, что нет возможности или кивнуть на кого-то еще. Обидно то, что Станислав Иванович проработал столько лет в АТП, сейчас это ООО «Меркурий», и организация существует, но забыла про своих пенсионеров, которые столько лет отдали свое здоровье на предприятии. От безысходности пенсионер решил постучаться в самую большую дверь. В газете в теплом маяке прочитал, что это губернатор, это будет, можно обратиться по телефону в прямой линии. Когда к губернатору обратился, сразу что-то нашли, сразу что-то сделали. Дрова пенсионеру, как пообещал глава администрации, будут привозить и впредь. Для этого будут искать спонсоров среди местных предпринимателей, изыскивать свои резервы. Только почему же у нас, для того, чтобы помочь малоимущим и пенсионерам, местной власти так нужен тот самый волшебный посыл сверху? 21 марта в 19.00 в эфире Краевого канала «Свое ТВ» очередная прямая линия с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Все контакты для обращений на сайте stv24.tv. Олег Исаев, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.